Привет, друзья! Это новый выпуск по роялю. Я нахожусь на аккаунте подписчика, и я хочу, чтобы вы обратили на левел его короля и на его кубки. Ещё раз, уровень его короля и ещё раз кубки. Блин, да огромный респект ему! Он первый уровень на 300 кубков. Ребят, честно скажу, я не слежу за трендами, не слежу за рекордами. Я не знаю, кто там первым уровнем дошёл до какого рекорда, возможно, кто-то и выше сидел. Я не буду отрицать этого, но я лично вижу это впервые, и я считаю, что это заслуживает отдельного ролика. Я, во-первых, принял этого парня к себе в бустеры. Очень реально, ребята, парень с перспективами. У него есть свой канал, ссылочку на него я оставлю в описании. Думаю, вы его поддержите. Также, ребят, если вы подпишетесь на мой канал, если вы поставите на этом ролике много лайков, и он это увидит, что вы набрали много лайков, он будет ставить перед собой самые непреодолимые цели. Это 3 800 кубков. Я понимаю, 3 800 кубков на данный момент Unreal. Но, ребят, пройдёт время, все игроки повысятся на одну арену, и те, кто сидели на 9 арене, будут сидеть на 10, те, кто сидели на 10, будут на 11 и так далее. То есть, рано или поздно это будет возможно. Поэтому, давайте на этом ролике, пожалуйста, наберём 10 тысяч лайков, И он будет реально пытаться преодолевать всё больше и больше кубков, и я буду на нём записывать атаки. Ну, а теперь колоды, которые он прошёл, точнее, не прошёл, а дошёл до 10 арены. Кстати, рекорд. Давайте посмотрим его профиль. Ребят, у него 3 143 кубка. Рекорд. Честно, я не знаю. Я просто делал бусты на этой арене. Я играл 10 уровнем, и я на таких кубках проигрывал и бомбил. А он играет первым уровнем. Да, блин, мы сейчас перейдём к его повторам, перейдём к его противникам. И давайте перейдём к его колоде чуть-чуть попозже. Давайте сначала откроем сундучки. Возможно, ему выпадет какая-то новая легендарочка, так как у него есть магический сундучок. Серебряных, конечно, вряд ли. Остальное нам не интересно. Нам только нужны леги. Итак, смотрим. Зап, рыцарь. Так, хижина. Воблин с дротиками. А, ну всё. Эпическая карта палач. Ему ничего нельзя прокачивать, так как он первый уровень. Турниры ему недоступны. В общем, колода, ребят. Колода выглядит следующим образом. Нету ни одного танка. Значит, в пуш всегда ходит дровосек. Спарки дефает. Пламенный тоже на танков. Бандиткой тоже иногда в атаку заходим. Для депа у нас есть всё. Армия скелетов. Дровосек. Громовержес. И по воздуху, и по земле юниты есть. То есть, ну идеальная колода, чтобы держаться на таких кубках. Серьёзно. Я посмотрел его карты. У него практически все леги есть, кроме мега-рыцаря. Не знаю, хочет он его или нет. Но я думаю, что если он в магазине у него появится здесь, то он его приобретёт. Вот. В общем, давайте теперь, ребят, перейдём к его повторам. Честно, первый уровень на 3-100. Это огромный респект. Потому что, ну посмотрите на его противника. Вот, четвёртые эпики. Вот, пятый. Пятый шарик, ребят. Вот, пятый пека. Шестой хок. Ладно, пропускаем. Четвёртый голем. Ну, такое. Вот, пятый шарик. Это сложно. Пятый шарик, пятые эпики против первого уровня. Одиннадцатый элитные варвары. Восьмой гигант. Что тут ещё? Ну, это десятые комнатки не сильный показатель. Так. Тут тоже. Ну, чё. Пятый шарик вот снова. Ну, то есть, ребят. Реально, противник ему подбирается, ну, очень прокачанное. Вот, пятый голем. Я где-то тут видел девятые даже рарки. Сейчас посмотрим. Так. Ну, он восьмые. Восьмой уровень. Три мушкетёра. Сейчас, я где-то видел девятые рарки. А, вот. Девятый мушкетёр, смотрите. То есть, ну, противники серьёзно ему подбираются сильные. И то, что он сидит на 3-100, ребят, это огромный респект. Я надеюсь, вы поддержите выпуск лайком. Подпишитесь на канал. И включите колокольчик. Я вам буду показывать дальнейшее действие. Точнее, дальнейшее продвижение на этом аккаунте. Ну, вот, к примеру, давайте против голема. Это сейчас часто встречаемая дека. Я знаю, что вот большинство зрителей моих сидит на 3-500 кубков плюс. Ну, давайте так. На 10-й арене заувалируем. Ну, давайте. Напишите в комментариях, на какой вы арене сидите. Потому что, ну, вот я недавно ролик записывал. И я немножко задел игроков, которые сидят на 3-500. Немножко, ну, плохо вырезался о них. И большинство бомбануло. Я не хотел никого убедить. Еще раз извиняюсь. Вот. Но большинство сидят на 10-й арене. Поэтому, ребят, напишите, против каких колод вам сложно играть. Почему вы не поднимаетесь выше. Что вам мешает. И я буду пытаться вам как-то, ну, помогать в этом. Записывать. Вот. Допустим. Я не могу играть против элитных варвар. Я не могу контрить голема. Я буду стараться записывать про это ролики. Научить вас, как его контрить. Как выигрывать. Ну, это, к примеру. Напишите в комментариях. Я буду, вот, у кого большие проблемы, буду пытаться вам помочь. Итак. Смотрим. Ребят, голем просто, как ты его не дефай. Он в соло дошел к вышке. И смотрите. Ну, первый уровень вышка. Ну, что она сможет? Она, блин. Она гоблина не убьет. Она не знаю. Ну, что ей делать против голема? Это, блин, сложно. Серьезно. Видим, да? У нас осталось 400 хитпоинтов. Молодец. То, что он выигрывает таких противников. Смотрим. Ставится спарки с краю карты. И противник у нас готовит дровосека за вышкой. Но я вот не понимаю, чем он будет сейчас спарки касс сбивать. Ведь у него нету запа. Видим, да? Мы уничтожили спокойно дровосека. Гоблинская бочка. Он, наверное, рассчитывал гоблинской бочкой, да, снести. Господи, как был... Громовержец был выпущен... Ну, очень неправильно. Нужно было сверху на спарки. Ну, и спарки под риджом наносят одну тычку. Вот я уверен, что этих духов вышка не уничтожит. Поэтому бросается спарки плюс бандитка. Видим, что у противника вообще эликсира нету. И он что-то ждет. Я не знаю, что он выжидал. Вот снесли вышку, и он только выбросил дровосека. Да, я, безусловно, не буду спорить с тем, что Кена спасает то, что противники, ну, не сильно так смыслят, что нужно делать. Ну, прокачка у них сильная. Поэтому я понимаю, что он лучше играет, чем его противник. Но прокачка, ребята, тоже очень решает. И то, что он выигрывает их, большой респект. Парень реально у меня сейчас работает буст. Он хорошие показатели делает. Поэтому молодец, молодец. С первым уровнем сидеть на 3100 я бы не смог. У меня, кстати, была рубрика, где я первый уровень прокачивал, ребят, и пытался зайти на 3000. Я остановился на 2800. Но тогда немножко была другая ситуация. Хотя, не знаю, не буду оправдываться. Я не смог. Окей, все, я не смог. Я на 2800 завис. Кто помнит эту рубрику, напишите. Мне интересно, кто еще с тех времен, когда я... Это было где-то в феврале месяце. Ну, то есть давно, это полгода назад было, где я апал первый уровень. И на 2800 застрял. Потом я это все бросил. Потому что вот меня бомбило от этих големов. От этих элитных варваров. И я забил на эту рубрику и аккаунт разыграл. Так, первый повтор. Окей, мы увидели. Я, честно, на него не сильно обратил внимание. Опять же, я проговорил весь повтор. Ну, там, блин, противник реально нуб был. Вы видели, да, как он с парки дефал? Громовежцам, блин, не мог задефать с парки. То есть, ну, не очень противник. Так, давайте посмотрим. Вот, против восьмого гиганта. Ребят, ну, восьмые рарки, согласитесь. Это сильные рарки. Я, конечно, понимаю, что вы девятых встречаете, скорее всего. Но восьмые тоже сильные. И против первого уровня это... Вот, давайте параллель проводить. Легендарные карты приравниваются к седьмым раркам. То есть, если у противника восьмые, значит, он сильнее. Вот по турнирной прокачке я провожу параллель и сравниваю. Ставится инферно в начале боя. Не знаю, чтобы слить, наверное, карту. И выбрасывается зачем-то с парки. Давайте смотреть, что будет дальше. Я не знаю, я бы ничего не подбрасывал. Ага, сейчас будет бревно на принцессу. Это понятно. У противника нету чем дефать сейчас с парки. Наверное, он будет гигант. Ну, слушайте, ну... Ну, противник тоже допустил ошибку. Но он мог бы подождать, пока с парки выйдет хотя бы на центр поля. И там хотя бы будет дамажить ее инферно. То есть, противник опять допустил ошибку. Да, вот противники нубы, серьезно. Вот, ну, вы не обижайтесь, хоть я и называл нубами, да, на этой арене игроков. Но я реально, ну, как назвать его, если, ну, вот так вот он допускает такие ошибки. Ни вышка не дамажила с парки, ни инферно. И он просто слил своего гиганта. Он сам отдал ему своего танка, чтобы он его так наизи задефал. То есть, ну, да, ошибки допускают тут игроки и очень много. Я не обобщаю, ребят. Я не говорю про всех, что здесь все нубы. Ну, согласитесь, здесь много перекачанных противников, которые, ну, скажем так, не умеют играть, но все равно мешают нормальным игрокам подниматься по арене. Этот вопрос я не раз поднимал, поэтому я это уже не первый раз повторяю. Ну, естественно, ему не составляет трудности задефать это все. То есть, ну, видим, да, противник сам выбрасывает карты. То есть, все по масти идет. Выбросил принцессу, полетело бревно. Ну, то есть, все очень хорошо складывается и, ну, все идет, все падает как домино. То есть, ну, реально, нету никаких трудностей, ну, на данный момент. Вот. Ну, я хочу, наверное, посмотреть повтор какой-то такой сильный против спарки там. Против того же голема еще раз посмотреть. Против немножко прокачания игрока. Там просто много проигрышей. Я их не буду показывать, так как нету смысла. Так, ну, я так понимаю, здесь на трешечку мы идем, да. Видим, да, спарки очень, хоть и слабая на данный момент легендарка. Но видим, да, что первому уровню она заходит на ура. Потому что, ну, дефать там элиту, допустим, голема, ну, нечем будет. Ну, да, есть пламенный, но все равно. Две карты лучше, да, для дефа, чем все-таки одна. И сейчас все равно сложно со спарки, даже и с пламенным. Все играют громоверцами. Громоверцы сбивают каст на изи, но вот если только им правильно пользоваться, а не так, как предыдущий противник с прошлого боя. Выбросил просто под урон спарки и он даже не сбил каст этим. Ну, это смешно. Смотрите, как противник пропускает трешку. Я не знаю. Просто, просто нуб. Ну, не обижайтесь, ребят. Ну, этот противник был нуб, серьезно. Так, ладно. Давайте посмотрим еще какой-нибудь повтор интересненький. Возможно, еще даже два. Посмотрю, мне интересно, как он. Вот против спеллбейта интересно. Хотя тут у него есть бревно, у него есть громовержец. Я думаю, что... Ну, хотя, знаете, нету такой карты, которую можно закинуть на вышку сразу. Там, фаербол, допустим, коблинскую бочку. Либо это будет шахтер. Такой вот карты у него нет. Очень странно. Давайте еще какой-то интересного сильного противника найдем. Ага, тут уже повторы недоступны. Ну, ладно, давайте против коблинской бочки. Тоже популярная колода на данный момент. За бейт спеллбейт. То есть, вы это можете видеть как в испытаниях, так и в глобале. Как на 3000, так и на 4000 кубков. Поэтому, я думаю, будет хороший пример. Посмотреть, как он сыграл против этой колоды. И снова ставит противник инферну, как и предыдущий. Чтобы, наверное, слить какую-то карту. Бандитка выбрасывается. Окей. Бандой гоблинов контуется бандитка. И готовится бревно. Ну, конечно, опасно. Опасно, потому что сейчас смело будет гоблинская бочка. И давайте посмотрим, противник сделает ошибку. Да, сделал. Я скажу, в чем ошибка. Хотя бы, хотя мы все равно бы задефали. Но ошибка в том, что когда вы сливаете, или не вы, допустим. А ваш противник сливает бревно, ребят. И выбрасываете соло гоблинскую бочку. Киньте, чтобы какой-то танк танчил вышку. Ну, к примеру, рыцарь у него есть, да. Выбросил рыцаря. Сагрилась вышка на рыцаря. И потом смело добрасываете гоблинскую бочку. Потому что, ну, если у вашего противника и будет спелл, то, ну, это редкость, конечно, что еще и стрелы будут. Ну, да, возможно, есть такие колоды, которые и стрелы берут. Но все равно ему придется потратить еще что-то. А у вас есть много карт, которые требуют спеллов. На то она и колода, спеллбей. Вы можете подбросить потом и принцессу, и банду гоблинов, и прочее, прочее. Поэтому, если противник тратит бревно, да, в случае, ну, если вы играете с гоблинской бочкой, то гоблинскую бочку в соло не бросайте. Ладно, смотрим дальше. Вот сейчас гоблинская бочка летит в соло, и тут у нас уже есть бревно. Мы его не сливали. И готовится сейчас принцесса со стороны противника. Мы успеваем выбросить спарки, поэтому по вышке урон не проходит. И что, ракета попадает, попадает. Я думал, кстати, ракета не попадет противник. Ладно, хорошо. Выбрасывается дровосек. Он смело контрит банду гоблинов. У него хватает хосты, и мы под рейдж подкидываем бандитку. Но, к сожалению, противник нам не дает нанести урон и ставит, ну, по вышке урон и ставит своего рыцаря. Кстати, вот пламенного спеллбейтом очень трудно контрить. Вот серьезно, если шарить и играть с пламенным, ну, только ледяной дух сбивает каст. Все, больше нечем. Ну, да, можно, вы скажете, поставить инферно, можно выбросить банду гоблинов. Но, поверьте, в большинстве случаев это иногда невыгодно. А банду гоблинов легко можно задефать бревном. То есть, если шарить, если подобрать момент, то пламенным можно пройти и сразу снести вышку. Ну, я уже, вы видели, может, несколько уже таких моментов у меня на стримах, у меня на видео, где я так забирал своей колодой с арбалетом пламенным драконом смело вышку. Ладно, давайте посмотрим, давайте посмотрим сам поединок. Ну, вот сейчас, да, он не даст пройти пламенному. Ну, вот смотрите. А нет, сагрился, сагрился пламенный на вышку. Ну, разные случаи бывают. Ладно, не буду обобщать. Так, бревном контрится бочка. Окей, сейчас будет банда гоблинов. Да, громовежец останавливается. Принцесса плюс дровосек. Не дают нанести банде урон. Сейчас будет рыцарь. И подкидывается бандитка. Я так понимаю, сейчас уничтожаем мы рыцаря. Кстати, мне очень интересно, как он победит. У него нету с полов, чем добить вышку. Выбрасывается пламенный. Итак, смотрим. Вот, вот тот момент, да, противник затупил. Затупил, поставил неправильно инферно. Но все равно, кстати, пламенный не долетает. И, ну, он там чуть-чуть нанес урона. Но не то, что бы хотелось. Смотрим дальше. Рыцарем законтрит он сейчас и грома, и... Блин, а что, бревно было лишнее, как по мне. Мне кажется, там рыцарь бы и так забрал принцессу. Так, немножко, немножко подлагивает у меня. Отличное бревно наперед. Вот, бандитка, смотрите, уничтожает инферно. Принцессы, принцесса, отвлекается бандитка. Но справа громовержец под фризом. И слева еще летит пламенный. Там еще принцесса, но она добивается быстро бревном. Подбрасывается еще шахтер. Ой, шахтер, дровосек, я извиняюсь. И справа мы... Смотрите, под рейджем бандитка. И справа мы армию скелета выбрасываем. Летит, смотрите, летит ракета. Остается... Блин, я не успевал комментировать. Это надо пересматривать еще раз. Это надо пересматривать еще раз. Он и справа оттачил, и слева, и нас оттачили. Я не успевал это все прокомментировать. Ну, реально, там оставалось ракета и бревно по нашей вышке. Ребята, вы не представляете, как это сложно? Это... Это 100% сложно против запбейта. То есть, ну, реально, ракеты. Там можно ракетой вышку сносить. Я не понимаю, что противник там тупил. Там можно весь бой было дефаться и сносить ракетой. Ну, ладно, из-за неопытности противника у него получается выигрывать. А, кстати, давайте посмотрим, какой уровень короля у противников. Девятый, да? Ну, девятый, десятый, я думаю. Одиннадцатых можно? Ну, вот, десятый. Первый уровень против десятого. Ребят, ну, согласитесь, сложно. Да, все десятые уровни здесь. Так, давайте вот с восьмыми раками. Да, десятый. Ну, одиннадцатый, если будет, то это редкость. Не, ну, если повыше, то, думаю, будет почаще встречаться. Но на данный момент он будет только девятый-десятый встречать. В общем, ребят, я надеюсь, вам выпуск понравился. Мне было интересно посмотреть его атаки. И показать его рекорды. И парень, респект, красавчик на скиле. Я бы так не смог. Надеюсь, вы поддержите его лайком. Если наберется много-много лайка, вы подпишитесь. Я увижу, что вам эта рубрика интересна. Я буду снимать на этом аккаунте еще какие-то атаки, еще какие-то колоды. Может, как выбить он мега-рыцаря, покажу какую-то колоду. В общем, на этом буду прощаться, ребят. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам удачи. Тоже удачных сражений. Поднимайтесь вверх по аренам. Достигайте своих целей. Всем, ребятки, удачи. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok